Харьков Харьков очень сильно изменился и, к сожалению, он меняется каждый день. Каждый день меняется в худшую сторону, потому что ежедневно прилетают снаряды, ежедневно рушатся дома, ежедневно гибнут люди. Поэтому харьковчане, которые живут давно, с очень большой болью в сердце, видят и наблюдают за тем, что происходит с нашим родным городом. Надо отдать должное коммунальным нашим службам, потому что город убирается, вычищается. И после каждого взрыва, после каждого разрушенного здания, день-два, и все чисто, все аккуратно. И вот здесь, конечно, большое им спасибо за это. Стараются, чтобы город жил дальше. Каждый день приезжают, возвращаются люди. И город начинает чуть-чуть оживать. Есть положительные, есть тяжелые моменты, по которым люди, которые там живут с первых дней войны, и я отношу себя к тому же количеству людей. Мы уже, наверное, привыкли к этой войне, как человек к любому привыкает, и к хорошему, и к плохому. И, возможно, у нас где-то атрофировалось это чувство самобезопасности. Раньше мы ходили в бронежилетах, сегодня мы не пользуемся этими средствами индивидуальной защиты. И есть риски тоже какой-то, не дай бог, гибели и так далее. Город, конечно, меняется в худшую сторону ежедневно. Поэтому у нас есть большая вера в победу и в то, что потом мы город отстроим, и будет все намного лучше. Вот так. В лучшее верим. Смотрите, мы помогали с первых дней готовле горячих обедов и развоза продуктовых наборов людям, кому это как бы необходимо, и кто может там готовить себе в домашних условиях. Также мы занимались эвакуацией населения. И с первых дней мы помогли эвакуировать более полутора тысяч человек, и семей, и детей, и взрослых, пенсионеров, в общем, жителей Харькова и Харьковской области за пределы города, с размещением их в дальнейшем, как бы, в мирное, спокойное, как бы, жилье. Кроме этого, мы помогали бомбоубежищам. Мы обустроили более трехсот, построили, сделали, заказали кровати, разместили в бомбоубежищах. Плюс средства, не средства, а технику, бытовую технику закупили, предоставили. Холодильники, микроволновки, печи. Дальше стараемся помогать населению в решении разных вопросов, которые только возникают. Есть пенсионеры, которые не могли получать пенсию. Мы помогали оформлять карты, вывозили их за пределы Харькова, оформляли пенсии, возвращали потом их назад. Таких ситуаций много, даже, не знаю, всех и не вспомнишь, не перечислишь. Поэтому на сегодняшний момент в нашем фонде работает порядка 120 человек. И у нас есть социальные проекты, которые рассчитаны на долгосрочные перспективы и рассчитаны на развитие и поднятие социальной сферы нашего города. По поводу перегорели или не перегорели, естественно, есть усталость. Конечно, никто не рассчитывал, что вообще в 21 веке возможны военные действия и нарушение территориальной целостности государства и вообще убийство мирного населения. Это в голове не укладывается. И вот сейчас мы в войне находимся, и у меня все равно каждый день я встаю, и каждый день не могу найти, как, наверное, миллионы жителей ответ на вопрос, почему, как, как это произошло и как это происходит. Но это есть. Поэтому мы однозначно… Есть человеческая усталость, есть волнение за тем, чтобы завтрашний день встретить и чтобы сегодняшний день как бы прожить. Есть… Каждый мужчина скучает за своей семьей, за детьми, за женой, за родителями, которых нет и которые находятся вдалеке от тебя, и мы их не можем видеть и обнять и так далее. Поэтому, естественно, это все вызывает определенную нервозность, и самое главное, что мы не понимаем, когда это все закончится. Смотрите, мы действительно находимся на одной территории. Мы делаем одну и ту же работу. Они, как институт государственный, имеют больше прав, полномочий и возможностей. Мы, как сообщество харьковчан, делаем то же самое, но в небольших размерах. Мы более гибкие, и у нас нет границ, и нет, как бы, ограничений. Я сейчас не говорю про правовое поле. Я говорю о том, что мы перед собой не ставим никаких трудностей. Они видят эти трудности бюрократических процессов. Многое мы не знаем, поэтому берем это и делаем. Понятно, что реализации социальных проектов, о которых мы говорили ранее, однозначно нужна поддержка государства. Мы провели ряд переговоров и встреч и с администрацией города, и с администрацией области. И, в принципе, все наши начинания, все наши проекты администрация города, области поддерживает. Они в этом заинтересованы. Более того, администрация области сказала, что готовы даже софинансировать эти проекты, если мы найдем львиную долю средств для реализации, они тоже готовы как-то заложить 20-30% бюджета в бюджет города. Поэтому мы... Я не знаю, что будет завтра, и здесь мы не можем планировать не то, что там, что будет через год, а нет понимания, живем мы сегодня на сегодня, к сожалению. Поэтому я очень надеюсь, что война очень многие процессы поменяет, и изменит и подход людей к работе, и подход людей к... и ценностей в жизни. Вот, ну, я не знаю... Я вижу, что мои ценности в жизни изменились. Так же, как и у многих людей, кто попал под бомбежку, кто попал в эту войну, жизненные приоритеты поменялись. Я очень надеюсь, что у нашего правительства это тоже изменится ориентир на ценность человеческой жизни, на ценность и важность социальных проектов, на поддержку детей, пенсионеров и населения. Поэтому я считаю, что это все реально, и это все будет выполняться. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но... Смотрите, на сегодняшний момент очень много... Война объединила людей. Раз. Это, наверное, один из... Ну, я стараюсь во всем находить плюсы и положительные моменты. Поэтому война объединила Украину и украинцев. И на сегодняшний момент люди отдают практически последние средства для того, чтобы поддержать военные силы наши, терраборону. Очень много выделяется денег и на приобретение одежды, оружия. Вот. И я к тому, что сегодня люди не думают о том, как нажиться и как заработать, а они думают, чтобы спасти страну. И я допускаю, что рано или поздно мы все ждем с нетерпением, что война закончится. И мы рассчитываем, что мировое сообщество поможет нам восстановиться. Более того, мы рассчитываем, что мы пройдем мировые суды и мировые практики и получим правовое решение, чтобы агрессор Российской Федерации на сегодняшний момент компенсировала все затраты, которые они понесли со уничтожения населения и просто геноцид нашего населения. Поэтому я считаю, что финансовый ресурс мы привлечем и он будет найден. Самое главное довести и довести до конца те проекты, которые мы сегодня запустим, не сегодня, а послевоенное время запустим. И они должны быть запущены и работать на благо населения. Скажем так, вот так. Смотрите, здесь, ну первое, действительно, Харьков всегда был русскоязычным городом, так же, как и, наверное, Донецк и Луганск. И действительно, многие года, я не знаю, либо это создавалось специально политиками, ну что разделяли украиноязычное население, западную Украину и восточную. Хотя мы одно целое, но все равно сели какую-то вражду и так далее. Я с 1991 года живу в Харькове, я разговариваю на русском языке. У нас действительно границ с ближайшим городом Российской Федерации, это Белгород, там, по-моему, 20 или 30 километров и граница. У нас была свободная зона для харьковчан, у кого прописка харьковская, и для белгородцев, у кого прописка белгородская. У нас была своя таможня, которая не была ни очередей, нигде ничего. Мы проходили абсолютно спокойно, могли ездить к ним, они ездили к нам. Очень много харьковчан работало там. И у меня тоже там был бизнес, и мы там трудились, работали, и это как бы было нормально. Так же, как и на Западной Украине, более тесные взаимоотношения с польской стороной, с Румынией. Так же, как на Севере Украины, с белорусами. Это нормально дружить с соседями. Но то, что произошло, это перечеркнуло все взаимоотношения. И, скажем так, я думаю, что сейчас очень будет большая стена и пропасть между нашими народами. Вот это первое. То, что касается лично меня, между моим русскоязычным, моим существом, сущностью, я так могу сказать, что я больше начал говорить на украинской мове. Я поменял во всех гаджетах, установил украиноязычную клавиатуру и мессенджеры и тексты. Но у меня есть внутренний протест против российского всего. Но, опять-таки, нас никогда это не притесняло. Я 10 лет работаю с Западной Украиной. Я приезжаю туда, меня всегда все понимали, хоть я говорил на русском языке. И никто ни в чем не ограничивал и не ущемлял мои права. Так же, как и приезжали к нам с Западной Украины люди. Мы одно целое. И мы все друг друга понимали. Поэтому я стараюсь больше популяризировать, больше украинизировать. И мы должны спелкуваться с украинской мовой. И вся державная переписка должна быть на державной мове. Но, с другой стороны, знаете как, в европейских странах есть 2-3 языка. Во многих странах есть, например, Бельгия, Голландия, есть несколько национальных языков. Правильно? Поэтому никто никого не ущемляет. И человек хочет говорить по-французски, говорит по-немецки, говорит по-английски, говорит. Так и здесь. Мне кажется, очень некорректно ущемлять твои права и так далее. Хочешь говорить? Говори. Поэтому это мой сугубо личный, индивидуальный, субъективный подход к этому. Но я все равно стараюсь детей переводить на общение, спелкувание украинской мовы. Ну вот так.